друзья всем привет давно мы не выкладывали видео на youtube так как я уже говорил в прошлом видео что мы много работаем сейчас сезон и поэтому видео наши будут выходить ну наверное где-то раз в неделю или раз в полторы даже недели вот и сегодня у нас очень интересная история несмотря на то что границы в турцию открыли из россии открыли совсем недавно мы снимаем 8 июля границы открыли нас 22 июня да да прошло две недели чуть больше двух недель вот и несмотря на то что границы открыты добраться в турции бывает иногда очень сложно и мы подготовили для вас очень интересную историю от фарида это брат моего друга который здесь живет в турции брат рафаэля интервью с рафаэлем и его женой также у нас есть на канале видео называется психанули переехали в турцию можете посмотреть также я ссылочку оставлю вот и сейчас фарид расскажет как он добирался в турцию с какими проблемами столкнулся и прочее да всем привет сегодня расскажу про свою историю как и добивался а началось все в курумыча а именно в самаре там у нас было два прохода направо там была таможня налево там уже по россии летать я пошел направо не знаю что там люди туда ходили люди вот и меня все попустили потом там женщина спросила куда летите я сказал что москву она такая мне сказала еще все все нормально с тобой мальчик ты чего те вообще понимаешь что такое таможня я ей говорю то что я не понимают я хочу первый раз летаю это чем я послала в другой проход ты пошел в зал для внутренних вылетов до болезни на 2 москву ли были дарты из москвы были турции из москвы да почему она тебя послал а мне надо было москву сначала и самары москву а из москвы на международные рейсы пошел да если он пошел на между международные рейсы вот потом ну все благополучно случилось я села на рейс свой долетел до москвы вот тут тут все на и начинается вот все я там пошел захожу в прохожу там контролью от этого багажа смотрю на табло рейс это моего на тот момент не было поэтому я там села ждал все дела минутку смотри сколько до вылет оставался когда ты прошел туда когда часа два точно было до вылета и рейс еще не было там есть еще не было потом через минут 20-30 показали мой рейс там вылет во столько-то во столько-то гейта ну то есть выход такой-то такой-то вот потом через некоторое время у меня уже показали то что задержали на три часа что ли . 5 часов утра по москве я должен был вылететь в онтарию вот ну я короче шатался по аэропорту этому везде там ходил исследовал купил за 100 рублей воду но это не об этом вот ходил там покушал носки очень ждал в общем потом наши наступила момент а кстати я забыл сказать про то что мне пришло сообщение от авиакомпании пегасус то что у нас здесь задержан рейс на 5 часов а на табло я ошибся было написано в 430 я подумал что в 430 у нас начинается посадка а 5 часов вылет вот в этом это очень важно потом в 420 с лишним я решился все уже надо садиться уже время подошло иду к этим гейтом и тут оказывается таможня уже вот пришла на паспортный контроль там была женщина она мне попросила паспорт все дела снять маску загран паспорт у меня с 13 года там еще был совсем ребенок если вы хотите я могу приложить фото именно фото какое я был если надо будет да но я там не очень похож но у меня была расписка о том что родители меня выпускают все у меня есть все документы все правильно все тесты все хорошо я смотрю на право от меня там на другой стойке мужик тоже опаздывает походу на рейс или что-то типа того его пропускает за минут пять буквально ему там попросили тоже паспорт сидела крошь пять минут и все его он уходит даже может быть меньше а меня вот тут от начинает колбасить она звонит там какому-то кому-то звонит говорит то что тут тут мальчик хочет вылететь и в анталию я подумал что что они собираются задержать рейс но я там чуть-чуть подуспокоился но и были сомнения пришел мужик через минут пять спрашивает фарид рамильевич у меня отчество рамильевич а я сказал да пойдете за мной он сказал я пошел он меня посадил опять посмотрел как на скотину какую-то и в паспорт и на меня не поверил то что я и позвал другого мужика какого-то он также он кстати они спрашивали одни и те же вопросы куда летите зачем почему насколько долго вот я говорил все про то что я брата лечу все дела то что я не очень надолго вот навестить просто но они все так же докапывались до меня говорил я им то что у меня есть списка то что я меня можно выпускать от родителей все мне все хорошо но они все-таки решились позвонить моему папе позвонили папа сказал то что все все хорошо он знает то что я вылетаю в анталию к своему брату все хорошо и затем уже отдают паспорт и гуляй на все четыре стороны говорят мне я иду на свой гейт минутку давай уточни на сколько вот в общем тебя держали там по времени сейчас есть и так на вскидку минут 20 минут 20 до 20 может быть не знаю точно точно не я не засекал где-то 15 может 20 но долго достал ну ладно вот выпустили выпустили я пошел на свой гейт на выход вижу самолет стоит но также я вижу то что вот эта посадочная фигня она не подсоединена к самолету правда да тарап я заметил только потом то что мне звонили из-за пегасуса мне почему-то телефон не показывал звонки то есть не звучала мелодия когда со мной разговаривали вот я им перезваниваю говорю то что вот да я опоздал на рейс то что они стартуют без меня но мне также сказали то что все самолет улетает то что все никак на него не забраться я в растерянности не знаю что делать чуть и не плачу звоню папе говорю то что так и так все лечу самару все дела он говорит не нервничай все успокойся сейчас все решим он звонит таможенникам таможенники как всегда ну короче как у нас в россии происходит и насрать просто они говорят все иди гуляй мальчик тоже кстати когда выходил меня тоже там чуть-чуть подержали блин потому что там чисто можно я выходил обратно держали ну там не так долго минут минуты 3 не спрашивали просто они садись сказали сейчас они и ушли с моими моментами потом мы пришли дали мне документы и опять послали позвонил родителям сказал что так то и так то вот и они решились все таки что я полечу в анталью потому что у меня были груз ну там посылки брату их надо было довести а вот и в любом случае все таки хотелось в анталью отдохнуть перед экзаменами в одиннадцатом классе вот и нашли билет в шереметьево заказала и такси немножко нам нужно разжевать да да вот то есть тебя не выпустили опоздала в таможне потому что для держали да еще из-за неправильной информации какой кто тебе сообщение из пегасуса мне пришло то что самолет задерживается по каким-то каким-то там на самолетным причинам до пяти часов чекин до смс пришла чекин блин как это называется зарегистрация на полет и заканчивается в четыре часа вот а в терминале уже было написано в этом на табло было написано то что в 430 вылет я все-таки подумал то что в 430 нас посадка от 55 часов у нас вылет это меня ввело в ступор небольшой из-за этого я тоже опоздал ну и соответственно из-за таможни потому что я мог еще успеть на рейс если бы они меня не задерживали потому что пустив меня также как и того мужика про которого я рассказывал я бы быстренько добежал и все все было бы отлично я бы был бы на 8 часов раньше в анталье да понятно какие-то претензии таможни оставляли там письмо написали там родители рашку до родитель родители родители написали вроде как как они не говорили какого ответ пока не говорили мне родителям ну по скорее всего нет пока не да ну и недавно до не написали или сколько уже прошло на время два дня точно два дня назад да да ну то есть еще еще ждем до каждого не ответят что-то отвести что я вам сообщу да посмотрим вот такая история была у фарина которая еле-еле добрался в анталью потерял деньги да потерял деньги за билет терял деньги мне не вернули примерно сколько получается тысяч ну 16000 в общем билет у меня был они ну сама из самары москву на и на билет 9000 поэтому 7000 наверное где-то потерял ну все равно не очень приятно вообще вот если у вас будут какие-то комментарии вопросы оставляйте у конечно надежды на возмещение как какое-то да нет вряд ли они что-то вернут конечно вот но посмотрим ну тут скорее скорее больше претензий к авиакомпании потому что неправильная информация ну и тоже соответственно есть претензии но не такие большие какая к авиакомпания 430 вылет подписи в сообщении написано пять часов но это как так делается на полчаса да то есть на полчаса да я бы не успел понятно вот ну все оставляйте комментарии ставьте лайки и всем спасибо до следующего видео